Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует информационная видеостудия Дома детского творчества Жиздринского района. Сегодня в нашем выпуске. Каникулы как особое пространство для саморазвития детей и подростков. Готовы ли образовательные учреждения к приему детей в новом учебном году? Подходит к завершению летней каникулы. И считанные дни остаются до 1 сентября. И следующий сюжет о том, как был организован каникулярный отдых детей в нашем районе. В системе общего образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Каникулы – это прежде всего долгожданный отдых. Правильно организованный отдых – это хорошее настроение, здоровье, новые друзья. Это раскрытие своего творческого потенциала и заряд бодрости на длительное время. Ирина Анатольевна, в чем самая главная задача летнего лагеря? На мой взгляд, задача летнего лагеря заключается в том, чтобы подарить детям радость. Вам это удалось? Я думаю, что да. Я думаю, что вот эти счастливые лица, которые сегодня улыбаются, и, наверное, немножечко грустят о том, что летняя площадка заканчивается, говорят о своем, что они остались довольны и счастливы. Надо ли что-то улучшать в лагере? Конечно, нужно улучшать. Нужно в первую очередь материально-техническую базу. Больше развивающих каких-то игр, больше спортивного инвентаря. Возможно, даже организация экскурсий, потому что не все дети имеют такую возможность ездить даже в соседний город Людиного, который расположен не так далеко от нашего населенного пункта, и поводить по музеям, показать какие-то достопримечательности других городов. Спасибо. В нашем районе сложилась определенная традиционная система организации каникулярного отдыха в летний период. Получены путевки в лагеря и санатории различных направлений. В этом году организованно отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 208 детей. На сегодняшний день уже больше 80 человек побывали в санатории «Спутник», в санатории «Звездный» города Калуги, в Краснодарском крае в санатории «Зорька», в Вите города Анапы. Это тоже санаторий. В ближайшее время наши дети поедут в Республику Беларусь. Это санаторий тоже «Жемчужина». И готовится поездка детей в Железноводск. Конечно, каждый ребенок может отдохнуть в любом санатории, но прежде всего мы предоставляем путевки детям из многодетных семей, малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей социального риска. На оставшиеся места мы предлагаем отдохнуть детям, которые в благополучных, нормальных семьях воспитываются. Каникулы являются особым ценностным и деятельностным пространством образования, принципиально важным для развития и саморазвития детей и подростков. Возможности для активного отдыха есть у всех, и мы надеемся, что школьники действительно отдохнули и идут в школу с желанием учиться. Здравствуй, Полина. Расскажи нам, как ты провела это лето. Ну, я провела его хорошо, мне понравилось. Чем ты занималась этим летом? Много чем. Ну, куклам шила, клеила, гуляла. Так вот как-то на речку ездила, пока холодно не стало. Мне это лето очень понравилось, потому что я завела очень много новых друзей. А чем ты занималась? Ну, в начале лета я ездила в лагерь, потом приехала Варя, и мы вместе все время гуляли, и это лето было самое прикольное. В какой лагерь ты ездила? Лагерь Зорька, Туапсинский район. У нас были почти каждую неделю дискотеки, и у нас было очень много показов мод. Большую часть гуляла, читала книжки. Ну, что еще сказать? Была на речке много раз. Мы ездили в Москву еще к родственникам. Мы ездили с папой и моим братом за грибами. Мы нашли очень много грибов. Мы ходили на площадку Дома детского творчества. Потом мы поехали в музыкальный велопоход на 4 дня. Потом поехали на турслет на 10 дней. Играли там в лапту, на мячах дрались, по веревкам лазили. Потом, в этом летом, покрокатились на скейтбордах. И нацепили много-много болячек. Я ходила в летнюю площадку Шалунишки. Мы играли в догонянки, искали клад, прятки, в лапту. Мне больше запомнилось летняя площадка, потому что я там была лидером. Я путешествовал и очень активно занимался физическими упражнениями. Это лето я провела на позитиве. Я гуляла со своими друзьями. Это очень замечательно, потому что некоторых друзей я вижу очень редко. А сейчас все приехали на лето, и поэтому я очень рада. Лето – это время каникул и беззаботного отдыха. Но также это хорошая возможность привести его с пользой. В этом году у нас 1 июня – День защиты детей. Всегда праздничное мероприятие. Мы стараемся к этому дню подготовить что-то интересное тоже для детей. В этом году у нас работал умный магазин. То есть работала интерактивная площадка. Совместно с Молодежной избирательной комиссией мы для детей подготовили увлекательные мероприятия, связанные с отгадыванием ребусов, загадок, викторин, где они могли успешно отгадать и поменять свои успешные ответы на какие-то поощрительные призы. Кроме того, у нас был обширный план мероприятий по всем нашим школам. Мы постарались охватить все оздоровительные площадки. Был реализован правовой проект «Маршрут избирателя» в форме квест-игры. Для детей также продумывались адаптированные к их возрасту мероприятия. На каждой площадке им предоставлялась возможность показать свои правовые знания. Кроме того, они могли показать и спортивные навыки, ловкость, играли в мяч, в скакалку и в то же время с пользой отвечали на правовые вопросы. Наталья Анатольевна, мы знаем, что сотрудники музея также сотрудничают со школами, даже во время школьных каникул. Расскажите, какие мероприятия проводились вами для воспитанников школьных летних площадок? Летний отдых для детей, летняя площадка и посещение музея – это неотъемлемая часть уже воспитательной и образовательной работы и школ, и музея. Как происходит наше сотрудничество? Во-первых, ребята, посещая музей, мы обязательно проводим экскурсию. Но на летней площадке мы стараемся все-таки сделать более развлекательные программы. Но каким образом? Слушать лекцию? Нет, это неинтересно. Поэтому проводили в форме «Поле чудес». Этот год мы сделали тоже развлекательную форму. Проведение мероприятий названием «Своя игра». Это тоже игровая форма, причем вспоминали сказки. Но так как был юбилей Пушкина, вспоминали сказки Пушкина. Ребята из каких школ посетили музеи в этом году? В этом году ребята посетили практически все школы. Это вот я уже называю первая школа, вторая школа, Ульяна Ленинская, Полюдовская школа, Акимовская школа. Причем дети разные, но дети и играют, и слушают, и смотрят с большим очень интересом. Потому что большое дело прикоснуться к культурному наследию не только своего края, но и своего государства. Нельзя воспитать ни патриота, ни гражданина, если они не будут обращаться к прошлому своей Родины. Елена Ивановна, я знаю, что детская библиотека проводит большое количество мероприятий совместно со школами в течение школьного года. Но и каникулы не стали исключением. Расскажите о них. Лето для библиотекарей очень горячая пора, когда работают летние школьные площадки, дома творчества. И библиотека наша разработала такую программу, которая в этом году называлась «Лето-время книгачев». Мероприятие первое прошла презентация на празднике детства, где мы гостям города, детям представили программу летнего чтения. В природе спасательный круг – это ко дню окружающей среды. В Тридевятом царстве, Пушкинском государстве, где хочется очень отметить наши городские школы, дом творчества, где дети проявили свои способности не только как они были участниками, но они были артистами, ведущими. Отечество – мое Россия. Это дню России. В этом году нашей Калужской области исполнилось со дня образования 75 лет. И поэтому в библиотеке были организованы книжные выставки, краеведческие часы прошли. Расскажите, в чем польза проводимых вами мероприятий? Мне так кажется, что вот провели мероприятие, а завтра ребенок прибежал, я вижу, что ему понравилось наше мероприятие, он завтра же или сегодня пришел и откликнулся, взял ту и иную литературу. Ну, и польза, я думаю, что польза вообще в чтении, что повышается кругозор у детей. Любовь к книге прививает не только школа и библиотека. Нам это видеть отрадно. С 2018 года стартовал национальный проект образования. Наш район принимает участие в реализации шести федеральных программ в рамках этого проекта. Около 12 миллионов рублей было освоено на ремонты наших образовательных учреждений. Был проведен капитальный ремонт в школе номер один. Заменены оконные блоки в Зикеевской школе. Подходит к концу реконструкция спортивного зала школы номер два. В Полюдовской, Зикеевской и Авсорокской школах переоборудованы котельные. Отремонтирован фасад основного здания ДДТ. Завершены основательные ремонтные работы в спортивной школе «Звезда» и многое другое. Районная комиссия оценила качество проведенных ремонтов в помещениях и общие условия готовности учреждений к приему детей. О том, какие работы были проведены, расскажет заместитель главы администрации Жизринского района по социальным вопросам Жанна Валерьевна Родина. Значит, на протяжении всего бюджетного года, это полгода у нас было, решался вопрос о выделении тех или иных денежных средств на все образовательные учреждения нашего района. Значит, мы начнем с первой школы. Там ведется капитальный ремонт второго этажа, замена проводки, полы, дверные блоки, стены, штукатурятся. Ну, то есть, достаточно большой объем работы с большими вложениями денежных средств. Это все районный бюджет. Акимовская школа. Там проводился текущий ремонт. Порядка 20 тысяч выделялись. Это были покрашены полы. Они очень хорошо и качественно сделали крыльцо. Полюдовская школа, но здесь тоже текущий ремонт, все покрашено. Зикеевская школа у нас попала под капитальный ремонт. По Ульяно-Ленинской школе тоже текущий ремонт. В Овсороке тоже произведен текущий ремонт. И в Огоре производился текущий ремонт. Очень поблагодарили сотрудники повара и обслуживающий персонал детского сада за такой вот денежный большой вклад, за помощь. Очень светло, очень уютно, просторно. И самое главное, что соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам вот данный настоящий пищеблок, который сейчас там сделали. И сейчас мы узнаем у инспектора по пожарной безопасности о готовности учебных учреждений к учебному году. В целом подготовки учебно-образовательных учреждений в Жизинском районе проведены в полном объеме, удовлетворительно. Нарушений не выявлено за все подготовки во всех школах. Все хорошо. Какие основные мероприятия были проведены учреждениями в рамках подготовки к новому учебному году? Ну, школами было обработано чердачные помещения огнезащитными составами, перезаряжены огнетушительные, пройденные обучения ответственными за противопожарное состояние. Также были проверены на водоотдачу гидранты, установленные на территории. Разработаны новые планы по аукуации детей, людей. Ну и всякие мелочи. Убирали детские площадки, красили, подготавливали. Все. Я думаю, что все готово к учебному году. О санитарном состоянии образовательных учреждений в преддверии нового учебного года нам расскажет специалист-эксперт Роспотребнадзора. Проведен ряд мероприятий по улучшению санитарно-технического даже, можно сказать, состояния. Можно отметить, конечно, детский сад «Улыбка», в котором проведен ремонт пищеблока, заменено новое оборудование на пищеблоке, проведен косметический ремонт пищеблока. Дополнительное образование, здесь можно сказать, про дом детского творчества. Учебное заведение полностью готово уже к приему детей. Также к приему детей готовы школы. Во всех учебных заведениях, можно отметить, проведен косметический ремонт. Все блестит, все красиво. В школьных учебных заведениях на пищеблоках проведен также косметический ремонт. Все учебные заведения готовы к новому учебному году. И в завершении. В нашем районе делается все возможное, чтобы школы были готовы работать по-новому. Современная школа – это не только новые окна и покрашенные полы. Школа – это прежде всего учителя, обновленные образовательные методики, технологии обучения и их содержания. Это школа, дающая высокие образовательные результаты. А значит, дающая последствий профессионалов для страны. Об этом и многом другом в следующих информационных выпусках нашей студии. До новых встреч!